Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сейчас все участники рынка продолжают следить за тем, как идут переговоры, обсуждение новых пакетов фискального стимулирования для американской экономики. Это та тема, которую невозможно переоценить, потому что, безусловно, как только пакет стимулов будет принят, это приведет в движение буквально весь спектр финансовых инструментов. Не важно, друзья, чем вы торгуете, либо спекулируете. Ходить будет все и фондовый рынок, и защитные инструменты, и сырьевые активы, ну и, конечно же, классические инструменты рынка Форекса. Вчерашняя новость, которая несколько охладила энтузиазм, что ли, тех трейдеров, которые ставили на продажу доллара, быстрой победы для них не будет, потому что Нэнси Пелоси в очередной раз отклонила новые предложения от Белого дома по пакетам фискальной поддержки. И последнее, что можно сейчас сказать, с учетом тех новостей, которые есть на финансовых рынках, так это то, что Сенат на следующей неделе попробует протащить еще один фонд поддержки для малого бизнеса и для домохозяйств на 500 миллиардов долларов. Это как бы то, что может помочь экономике перед выборами, прежде чем республиканцы и демократы смогут вернуться к обсуждению более емкого, более значительного, более масштабного по объемам фонда финансовой помощи. При этом сразу же хочется сказать, друзья, то, что не нужно реагировать на какие-то локальные изменения рыночных настроений. Торговать нужно только тогда, когда вы видите трендовую динамику и понимаете, что на эту трендовую динамику может повлиять. Даже с учетом немного изменившегося новостного фона, все равно следует то, что новый пакет фискальных стимулов будет одобрен. Может быть не сейчас, но после президентских выборов это точно. И тогда произойдет ровно то, что мы с вами прогнозировали ранее. В принципе, сейчас это трендово происходит. Это рост американского фондового рынка и позиционное ослабление курса доллара. Но в моменте какого-то резкого импульса по баксу вниз мы, конечно же, не получим. И не получим мы его до тех пор, пока во всех средствах массовой информации не пройдет новость о том, что США приняли четвертый пакет фискальных стимулов. В центре внимания трейдеров, помимо событий вокруг коронавируса, остается, конечно же, движение фунта. На британскую валюту вчера очень много негатива сразу же навалилось. Это, опять же, и прогнозы по экономическому росту, и слабая статистика, и перспективы жесткого Брекзита, вероятность смягчения монетарной политики посредством снижения ставок на отрицательную территорию. И самые последние новости о том, что из-за резко ухудшившейся ситуации с коронавирусом и значительным ростом дневных случаев заражения в Англии могут пойти на тот самый локдаун, который уже имел место быть в начале 2020 года. И, возможно, речь зайдет о полном закрытии Великобритании на две недели. Это комментарии с отсылкой на Бориса Джонсона, который сейчас сделает ставку на сохранение жизни, а не на какое-то экономическое благополучие региона. Безусловно, друзья, вы должны понимать, что если этот локдаун будет, то насколько бы мы не решились пересмотреть в худшую сторону прогноза экономического роста, мы будем правы. Потому что экономика Англии покажет серьезный спад. Вчерашний отчет по рынку труда, рост уровня безработицы до 4,5%. При этом я хочу отметить, что в этом месяце правительство фактически полностью сократило программы поддержки для малого бизнеса, для рынка труда. И начала вводить вот эти предварительные ограничительные меры, которые вот сейчас могут перерасти в полноценный локдаун. То есть спустя месяц статистика априори будет еще хуже. Поэтому разговоры Бейли о том, что ставки отрицательные вполне реальны, это разговоры, которые базируются на конкретном фундаментальном основании. Я думаю, что все-таки они будут введены, возможно, не сейчас, может быть, в первом квартале 2021 года. Но отрицательные ставки, на мой взгляд, точно будут. Что касается Брекзита, мы следим за тем, как продвигаются переговоры между Англией и ЕС. И что точно можно сейчас сказать, то, что прогресса по-прежнему нет. Меркель вчера призвала и банковскую систему в целом, экономику регионов ЕС, готовиться к сценарию, при котором все-таки сделки не будет. И, как все называют, такие условия жесткие. Брекзит случится. 15 октября – это очень важная дата, потому что это дата, которая была обозначена Борисом Джонсоном как формальный срок выхода Англии из состава Европейского Союза, то есть заключения сделки. Конечно же, под этой датой никто не подписывался. Я думаю, что, может быть, даже ничего не произойдет. Но все-таки сейчас очень интересно посмотреть именно за тем, что скажет Джонсон после этого. Потому что ранее он приурочил дату 15 октября к саммиту ЕС и отметил, что если сделки не будет, то последующие переговоры абсолютно бессмысленны. И Англия начнет готовиться к жесткому сценарию выхода из ЕС. Поэтому, друзья, я вас предупреждал, что фунт в любой момент может оказаться в числе аутсайдеров и показать очень мощное снижение. Вчера обвал британца больше, чем на 150 пунктов. И вполне возможно, это еще не предел. Будет ухудшаться новостной фон. Соответственно, британская валюта против доллара улетит ниже отметки 1,29-1,28. Может быть, даже снова замахнется на цели 1,25. Но даже при таком, вроде бы как, предсказуемом новостном фоне, я пока что держусь подальше от британца. Из-за его гиперволатильности возможно к концу недели что-то изменится. По европейской валюте здесь совершенно другой сценарий. Несмотря на небольшую коррекцию, ставка на рост евро сохраняется. Потому что я верю в ослабление курса американской валюты. Доллар канадец 1,3137, цель 1,30 прежняя. Мы дождались до поддержки для отработки этой идеи и роста канадца в виде восстановления цен на нефть. Вчера котировки Brent снова перешли к росту 42,34. Сейчас мы видим по Brent. Произошло это после того, как вышел доклад ОПЕК. В соответствии с которым в прошлом месяце страны ОПЕК перевыполнили соглашение по сокращению добычи. Общее выполнение, процент выполнения состоял 104. Страны сократили добычу больше, чем на ДОП, сократили на 47 тысяч. И обсудили кулуар на Саудовской Аравии и Россия о том, что нужно всем регионам быть преданным этой сделке. Потому что только ОПЕК, как организация, отвечает сейчас за стабильность ситуации на рынке углеводородов. И если проблемы со спросом сохранятся из-за второй волны ковида, то 30 ноября, друзья, страны ОПЕК могут принять решение о дополнительном сокращении добычи до 6 миллионов с текущих почти 8 миллионов баррелей в сутки. Это вдохновило покупателей. Соответственно, 42,34 мы сейчас видим. Цель 45 по-прежнему остается на горизонте. Золото без изменений откатили чуть ниже отметки 1900 долларов за унцию, но ставка на дальнейший рост по-прежнему в приоритете. Друзья, на этом, собственно, все. Спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока!